Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Олеся. Я Владимир. Мы продолжаем вам рассказывать нашу историю эвакуации из России в Турцию после событий 24 февраля 22 года. Вот здесь можете посмотреть наше предыдущее видео. В прошлом видео мы вам рассказали как мы съездили на просмотр квартиры, попали в офис к риэлтору и оплатили полгода проживания в квартире в Турции. И закончили на том, что оказались на ступеньках парадной и никак не могли попасть внутрь. Итак, продолжим. И вот мы на ступеньках парадной, дверь заперта и нам никак не попасть внутрь. Домофон не срабатывает. Я готова рветь. Ну как же так? Вова меня успокаивает. Да сейчас не переживай. Сейчас я напишу риэлтору, мы знаем, где он находится. А ты, кстати, перепугался, когда домофон не сработал? Да, я подумал, что сейчас придется звонить риэлтору, как-то с ним объясняться на ломаном английском, туда ехать, выяснять, в чем проблема, ответит ли он вообще. Ну и все в таком духе. В общем, Вова решил попробовать еще разок набрать код домофона. И вуаля, дверь щелкнула и открылась. Почему же она столько не открывалась? Оказалось, что время сброса ошибочного кода каждый раз было не выдержано, а сброс кнопкой не работал. Ну и вот мы в парадной. Трясущейся рукой я открываю дверь в квартиру. И мы внутри. Тревоги отступили. Мы в новой квартире. На целых полгода. В квартире холодно. Чувство, что здесь долго никто не жил. Температура воздуха не сильнее и теплее уличного, из ортопар. Надо бы что-то придумать поесть. А в квартире, кроме двух бокалов для вина, из посуды ничего нет. За окном смеркается. Мы оставили чемоданы и потопали исследовать район. Решили, что нам необходимо купить хоть какую-то посуду, сковороду и что-нибудь, в чем и сварить можно, и воду подогреть. Вилки у нас есть пластиковые. В качестве кружек у нас есть термос от Ксайоми, который, кстати, нас не раз выручал уже. Набрели на близлежащий магазин под названием Шок, а рядом Хокмар. В магазинах малолюдно. И мы спокойно полазили по полкам. Вокруг продукции совсем неизвестных нам марок и брендов. Ценники расставлены как попало. В общем, как и нередко такое бывает и в российских маркетах. Купили сковороду и ковш, выбирая самые дешевые. Так как слышали, что в Турции посуда местного производства и достаточно высокого качества, даже если она достаточно дешевая по цене. Вот и проверим. Кстати, говоря по прошествию времени, оказалось, что это так. Дешевая посуда служит весьма себе пригодно. На ней ничего не подгорает, она не ломается. Так что не тратьте деньги на дорогую посуду. В квартире, кстати, не оказалось также и постельного белья. Были только подушки и одеяло, что уже неплохо. Поэтому мы также пытались поискать и постельное белье в этих магазинах, так как в них продается все подряд. Но не нашли. Пришлось спать на голом матрасе и голых подушках. Ну, ничего страшного. Мы пережили эту ночь. Всяко лучше, чем на металлических стульях в аэропорту Узбекистан. Итак, мы добрались до дома с покупками, а на улице продолжает валить снег и завывает холоднючий ветер. Зашли в квартиру, разложили покупки, включили холодильник, а он издает пронзительный писк. Включили котел, а он пишет номер какой-то ошибки. Что за чертовщина? Я, укутавшись в одеяле, устроилась на диване в расстроенных чувствах. Я так устала, замерзлой и проголодалась, и от постоянного напряжения стало излишне чувствительно, что стало реагировать, остро реагировать на все неурядицы. И этот ужасный писк холодильника, будто кто-то влез в черепную коробку и ворочает там твой мозг. Разболелась голова. Вова написал риэлтору о возникших бедах с холодильником и котлом. С холодильником мы разобрались, оказалось, что ему нужно было дать настояться в течение часа, и он перестал пищать. А вот котел никак не хотел нам подчиниться. И заставлял меня мириться с тем, что придется спать, прям как на улице, в куртках и, наверное, даже в кедах. Мы ведь тут затупеем. Как же мы справимся? Надо было остаться в той квартире, в которой уже было тепло, и ехать с утра, не на ночь глядя, думала с меня. А здесь в квартире даже не удастся погреться под горячей водой, так как этот котел помимо отопления еще и воду нагревает. Хорошо хоть газовая плита есть. Вова включил конфорки, чтобы натопить немножко комнату. На тот момент мы еще не знали ценник на газ, и что турки с ним носятся как с яйцом из-за его цены. Я была так вымотана в первую очередь безумным холодом, который приходится терпеть уже не первые сутки. А на улице уже ночь. Силы и надежды вновь покидали меня. Я рывком собрала свою волю в кулак, но не ныть же мне пока Вова пытается хоть что-то с этим всем сделать. Стала искать в интернете инструкцию пользования котла этой марки. Он от турецкого производителя, и запросов по этой марке было всего пять, четыре из которых это реклама по продаже. Но один из запросов оказался инструкцией на турецком. Я перевела инструкцию, мы выяснили, что внизу котла есть гайка, которую нужно открутить и потянуть вниз, чтобы выпустить давление на котле. Все эти котлы работают по одному принципу. С течением времени пользования котла давление в нем падает и его нужно поднимать, то есть воздух получается выпускать из котла. И на всех котлах, как правило, внизу располагается гайка, которую откручиваешь, тянешь вниз и давление поднимается, выпуская воздух. И о чудо! Диковая машина заработала. В квартире наступило тепло. Мы побежали в душ, тела будто судорогами колотило от холода, а в ванной комнате сломано окошко и посвистовует струи холодного ветра, отчего становилось еще холоднее и без того в отвыкшей от человеческого присутствия квартире. По-привычному уже за последние дни, прижавшись друг к другу, погрелись под душем горячей воды. Надолго чувства тепла, к сожалению, нам не хватило, потому что одеваться пришлось в комнате со сквозняком. Голову я не мыла уже неделю. А как ее помыть, если вокруг такая холодина, а фен я с собой не взяла? Завязала волосы в пучок и оставила мысли о чистой голове до лучших времен. И вот наш первый ужин. Ужин в нашей квартире. Макароны, курица и салат. Наконец-то можно немного расслабиться. Впереди выходные. Можно совсем ни о чем не думать. Хотя бы на эти пару дней. Где жить, нам есть. По крайней мере, легального нахождения в стране у нас целых три месяца. Выходные дни мы провели в решении бытовых проблем. Приобрели в местных лавках посуду, сходили в Икеа за постельным бельем, так как поблизости ничего не нашлось. Починили форточку в ванной, купили обогреватель, чтобы экономить газ, так как прочитали, что электричество здесь дешевле, чем газ. В общем, за выходные дни мы успели обжиться. А теперь хочется вам рассказать, с чем, возможно, вам придется столкнуться при переезде в другую страну сегодня в новом мире. Об этом обычно никто не говорит по разным причинам. Но мы хотим, чтобы вы знали и были готовы к этому. Не обязательно, что с вами такое произойдет. Но мы с этим вместе столкнулись. Кто-то из вашего окружения, из России, может позволить себе выражать негатив в вашу сторону. Из них могут оказаться даже те, от которых вы этого не ожидаете. Мы с Вовой стали получать смс с неприятным содержанием от знакомых нам людей. Я не могу сказать, что таких людей было много, но те, что были, оказались достаточно сценичными и настойчиво и навязчиво написывали, что пришлось их даже заблокировать. Это неприятно и вызывает чувство пустоты и разочарования. Я бы не советовала принимать это близко к сердцу, как это сделала я. Не стоит сильно анализировать их слова и задаваться вопросами, а что я сделала этому человеку или что я сделал этому человеку, чем я заслужил эту агрессию в свою сторону или что с ним происходит. Не вступайте с ними в полемику, не пытайтесь им что-то объяснить или объясниться перед ними. Просто заблокируйте их и, возможно, когда они остынут, вы сможете им дать шанс на восстановление отношений с вами, если, конечно же, желание в дальнейшем общении с ними у вас останется. Сейчас такие времена, когда можно наблюдать за людьми и понимать, кто из них под воздействием обстоятельств склонен к жестокому поведению. Есть целые исследования, посвященные изучению поведения людей, помещенных в определенные обстоятельства. Людей, заранее не имеющих садистских наклонностей ни в генетике, ни в характере, которые в обыденной жизни проявляли себя как добропорядочные и даже добрые граждане. И заключение этих исследований таково, что одни люди, помещенные в одинаковые обстоятельства, готовы проявлять жестокость, тогда как другие люди готовы жертвовать своей свободой и жизнью открыто обличая несправедливость и безнравственность. Изменить это не представляется возможным. Просто одни готовы к проявлению жестокого поведения, даже не подозревая об этом, а другие готовы к жертвам, также не подозревая об этом. Я постепенно пришла к такому умозаключению, что образовался некий такой фильтр, который позволил вам, если не вычеркнуть людей, расположенных к агрессии в вашем окружении, то понять, кто искренне желает вам благополучия, а кто паразитировал на ваших взаимоотношениях. Это необходимо принять без лишних душевных терзаний. Просто это факт. Научный данный факт. В следующем видео мы объединим воедино все нюансы и детали аренды квартиры для получения ВНЖ. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, если видео вам понравилось, и мы читаем комментарии. Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok